МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем особенности навигации 2020 в Нарьенмарском морском порту. До новых встреч об Олимпикс. В Заполярной столице завершился региональный чемпионат профессиональных компетенций. В Нарьенмаре торжественно открыли первый центр образования «Точка роста». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Нарьенмаре на базе третьей школы торжественно открыли центр образования цифрового и гуманитарного профилей. «Точка роста» создана в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Александра Литкова продолжит тему. Поиграть в шахматы, запустить квадрокоптер, научиться оказанию первой медицинской помощи или собрать робота. Проводить свободное от учебы время школьники теперь могут интересно использовать. Робототехника – одно из самых популярных направлений среди подростков. Саша Коткин еще в прошлом году увлекся программированием. Говорит, занятия робототехникой также пригодятся в его будущей профессии. Занимаюсь я не так долго, ну, может, два дня, неделю, меньше недели занялся, потому что стало очень интересно. Это довольно очень интересное хобби, так сказать, можно. А чему ты уже научился? Научился. Ну, мы собрали недавно робота, и осталось такого запрограммировать, и все. Мы запустили одну уже пробную систему, которую уже запрограммировали. Занятия робототехникой позволяют отработать профессиональные навыки сразу по трем направлениям – теории управления, механики и программированию. Робототехникой мы решили заняться в этом году, а в прошлом году они у меня ходили на программирование, на объектно-ориентированное программирование, которое называется «Скрэйч». У них очень хорошие успехи, но из-за того, что у нас дистанционное обучение, не совсем получилось поучаствовать в олимпиадах. Но в этом году мы планируем поучаствовать и с робототехникой, и плюс с программированием. Вообще, программирование очень помогает обучиться робототехнике, чтобы научить робота выполнять свои алгоритмы. И этому я учу ребят, чтобы они могли написать этот алгоритм в виде программы, ну и также научить этому робота. Посещая центр «Точка роста», учащиеся разных возрастов получают возможность получения дополнительного качественного современного образования. Кроме того, обучение в центре помогает сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. Я думаю, что и школьникам, и учащимся, и педагогам это как раз даст возможность овладеть новыми компетенциями в области трех предметов – информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности. Интерес большой, и достаточно быстро они овладевают всеми этими новыми методами, осваивают новую технику. У них никаких затруднений это не вызывает. Мы надеемся, что с каждым днем и с каждым занятием у них будет получаться все лучше, и мы уже потом сможем где-то, наверное, обмениваться опытом и с другими точками роста в нашей стране. Создание точек роста реализуется в рамках нацпроекта образования и регионального проекта «Современная школа». Мы участвовали в 2019 году в получении субсидий на реализацию и создание точек роста. Привлекли более трех миллионов рублей федеральных средств. Соответственно, средства бюджета окружного также были потрачены и средства компании недропользователей. Сегодня мы открываем четыре точки роста. Это три точки роста в городе. Это школа номер один, пять и школа номер три, где мы с вами сейчас находимся, и школа в поселке Индига. В рамках национального проекта образования к 2024 году по всей стране планируется открыть 16 тысяч центров точка роста. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Лишь на прошлой неделе несколько активизировалась деятельность Нарьинмарского морского торгового порта в рамках навигации 2020. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы достичь показателей хотя бы прошлого года, который тоже был не слишком успешным для предприятия. В определенном смысле палочкой-выручалочкой для нашего порта стал нынче такой вот обычный щебень, предназначенный для дорожного строительства. Он составляет 4,5 общего объема поступивших грузов. Его везут сюда, а также на Варандеев, Сабетту, на Ямал из открывшегося три года назад после полувекового простоя беломорского порта Умба, рядом с которым создали крупный карьер. На прошлой неделе к причалам Нарьинмарского порта трижды пришвартовывались сюда класса река моря. Это были Грант, Самур-3 и Балтийский. В минувшую субботу подошел нефтерудовоз Шала. И тоже со щебнем. Работать в полную силу это начали только вот-вот, потому что в июне поступления грузов почти не было. Возможно, это связано и с эпидемиологической обстановкой. Вот. И в основном сейчас поступают грузы минерально-строительные, то есть это щебень. Однако нужно понимать, что щебень – это навалочный груз, обработка которого оценивается по низшему тарифу и дохода порту приносит немного. Ладно, хотя бы и так, но уже понятно, что за время, оставшееся до завершения навигации 2000, даже тех 100 тысяч тонн, поставка которых планировалась, не будет, не успеть. Завезут в лучшем случае 70 тысяч тонн. А уж так называемые генеральные грузы, которые способны обеспечить наибольшую прибыль, они, увы, доставляются лишь изредка. Генерального груза крайне мало, то есть практически четвертый причал не загружен без работы. Генгруз идет в малых количествах, в основном это по морю. Работаем с «Полар Транс» регулярные рейсы, хотя при отсутствии грузов в эту навигацию о регулярности тоже, говорит, не приходится. Точно так же в сентябре, день в день, только 37 лет назад с этой же точки, с микрофоном в руке я вел репортаж для окружного радио о своем местном телевидении. В Нинском округе тогда могли лишь мечтать. Как сейчас можно лишь мечтать о тех показателях, которые были достигнуты в рекордном для Наринмарского морского порта в 1983 году. Через порт тогда прошло 450 тысяч тонн грузов. В ту и несколько последующих навигаций работа буквально кипела на всем протяжении 700-метровой причальной линии. Причем велась не только разгрузка, но и погрузка. Многие суда уходили из Наринмара не с кустыми трюмами, как в последние годы, а везли в Англию из скандинавские страны пиломатериалы, знаменитую в то время Печорскую доску. Это осталось в прошлом, как по объективным, так и по субъективным причинам. Что, впрочем, является отдельной темой. Важнее другое. А готов ли вообще наш порт сегодня к обработке подобных объемов? Даже в этом состоянии в нашем, не техника достаточно старая, тем не менее 250 тысяч мы освоить можем. Возможности есть, но, конечно, не надо забывать, что сколько лет уже порту, сколько лет оборудованию, то есть фонды не обновлялись. Все это оборудование дорогостоящее и требует постоянного ремонта. Не только, скажем, оборудование, но и причала в том числе. Поэтому, конечно, реконструкция или модернизация просто необходима. Получается некий замкнутый круг. Без должного грузопотока нет прибыли, без нее о модернизации остается лишь мечтать, а без реконструкции порт постепенно теряет свою привлекательность для потенциальных клиентов. Как разорвать этот круг? В самом порту на ситуацию повлиять, по сути, не в силах. К сожалению, это не от нас зависит. В первую очередь, это от тех объемов, от тех, наверное, каких-то государственных программ. То есть, что планируется завести вокруг, в каком количестве. Короче, уповать остается лишь на подъем деловой активности в регионе, что может быть связано со строительством новых объектов, реализацией каких-то крупных проектов. А пока что до закрытия очередной навигации остается всего месяц. Может, чуть больше. Одно радует – порт все-таки держится на плаву. И люди в нем не теряют надежду на лучшие времена. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нарьинмаре завершился региональный чемпионат «Обилимпикс-2020». Финальной точкой профессионального соревнования стало торжественное награждение конкурсантов в Центре развития образования. Победительница компетенции «Парикмахерское искусство» Яна Литкова получает из рук заместителя губернатора НАУ Натальи Сидоровой такую желанную золотую медаль. Созданные прически девушки были признаны лучшими на конкурсе. У меня было два модуля. Первый модуль – это была вечерняя прическа. И второй модуль – это была свадебная прическа. А что можешь пожелать ребятам, которые, может быть, еще только думают прийти, может, на следующий год стоит это, не стоит? Обязательно приходите. Думаю, что вы тоже победите. За победой пришла и Виолетта Репина. Золото чемпионата она завоевала в компетенции «Художественная вышивка». Девушки этой номинации создавали открытку ко дню победы. Работа была кропотливой. Здесь каждый стежок был под пристальным вниманием опытных экспертов. Ожидала, Виолетта? Да. Почему? Уверена была? Да, уверена была. Ну, а почему? Я сделала больше всех и правильней. И ожидала, что я попаду на первое место. Понравилось сейчас? Очень понравилось. Как-то необычно, неожиданно и волнительно. Справиться с волнением и одержать победу удалось и Александре Кутотеловой. В компетенции вязание крючком конкурсное изделие было родом из военной песни. Чтобы создать синий платочек из самой известной фронтовой мелодии, участникам давалось всего лишь три часа. Я летом тренировалась и из четырех учеников, участвующих, больше всех связала и быстрее всех. Действительно, как отметили организаторы конкурса «Центр развития и образования», все участники прошли качественную подготовку. Наставники в школах и средних учебных заведениях еженедельно проводили практические задания. Напомню, третий региональный чемпионат проходил в Наринмаре с 21 по 25 сентября. В нем принял участие 49 конкурсантов, 50 экспертов и более 10 волонтеров. Хочу отметить, что по сравнению с первым чемпионатом, который мы, соответственно, проводили два года назад, у нас увеличилось количество компетенций практически в два раза и ежегодно происходит увеличение как участников, так и экспертов, что, в принципе, нас не может не радовать. Чемпионат «Обилимпикс» проводится в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Конкурсные испытания также проходили по компетенциям «Адаптивная физическая культура», «Обработка тексты», «Вязание спицами», «Флористика». Чемпионат закончился, но у победителей все только начинается. Ведь уже в декабре этого года они отправятся в Москву испытать свои силы на всероссийском уровне. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Торжественное открытие объекта благоустройства состоялось в поселке Искателей. По просьбе жителей домов, расположенных по улицам Поморской и Губкина, в рамках программы «Комфортная среда» летом были проведены ремонтные работы. Микрорайон заиграл новыми красками. Мирослав Успаских с удовольствием катается на самокате рядом с домом. Это доступно благодаря ровно выложенным плиткой дорожкам. Раньше, когда территорию утопало в песке, прокатиться было невозможно. Посадили деревья и стало так красиво здесь, на этой улице. А что здесь было дальше? До этого были чисто пески и камни. Тут даже нельзя было на самокате покататься. Мне нравится, тут особенно сделали дорогу вот эту вот. И удобно ездить теперь. Обычно пешком сюда хотел, а теперь езжу. И пока дети наслаждаются ровными дорожками, взрослые высаживают деревья. Это последний штрих благоустройства этого микрорайона в поселке Искателей. На посадку лиственниц вышли жители ближайших домов. Подано в 2019 году, но реализовано в этом году уже. Подано было зимой 2019 года. Это было собрание, да, было принято решение. Мы выбрали перечень работ по благоустройству, а дальше уже подали заявку в администрацию. Администрация уже реализовала по нашим пожеланиям. Я считаю, что это очень важно, но я хотел бы, чтобы было больше зелени. Чтобы не было как бы все в асфальте закатанное, там, в щебнях. Чтобы больше было зелени в проектах предусмотрено. Благоустройство было реализовано в рамках проекта формирования комфортной городской среды в Ненецком округе и муниципальной программы благоустройства дворовой территории. Сумма контракта составила 13 миллионов 200 тысяч рублей. Что здесь было? Здесь можно было свободно проехать на двух велосипедах, наверное, да. Сегодня мы можем, мы видим две дороги. Одна здесь, чтобы могли разъезжаться. Здесь сделано, значит, свободно, значит, то, что проезжают автомобили, это понятно. Здесь уложены тротуары с плиткой 3D. Здесь благоустроена территория дворовая. Здесь благоустроены стоянки. Ну, они с очебеночки подсыпаны, но все это как бы гармонирует. Жители этого микрорайона обратились с просьбой благоустроить территорию рядом с их домами. Специальная комиссия приняла положительное решение. У нас есть комиссия. Комиссия выбирает из нескольких проектов, выбирает какой-то проект. Почему именно выбрали этот проект? Это, значит, мы проходили, мы полностью идем с поселка вот сюда на крайние дома. И сейчас мы просто заканчиваем, значит, здесь у нас крайние дома, дальше уже пошла вертолетка. Поэтому, чтобы закончить такой архитектурный такой проект, он как бы здесь и стоит. Вот таким образом. 30 деревьев, лиственницы и березы, высаженные в грунт рядом с домами. Новые ограждения, но главное – ровные дороги. Дворы в поселке Искателей становятся уютнее. Ольга Русул, Влад Качев, Телеканал Север. А следующий сюжет для тех, кто хочет заниматься своим делом, но боится бумажной волокиты. С начала текущего года в Ненинском округе начала работу программа для самозанятых. Подробнее на эту тему в следующем материале. Про оздоровительный центр Ирины Алтуховой в Нарьинмаре знают многие. Ирина – врач-терапевт по образованию. Уже более 20 лет занимается традиционной народной медициной и уверена, что именно этот вид лечения может помочь прожить человеку долгую здоровую жизнь. Однако врач напоминает, что перед прохождением любой медицинской практики необходимо пройти консультацию специалиста. Пиявки творят чудеса. Вот это маленький такой червячок, который действительно нас может исцелить. Так как самое главное у пиявки – это ее слюна. То есть в момент укуса она впрыскивает слюну, в которых больше 100 ферментов, полезных для нашего организма. И, естественно, снимается сосудистый спазм, мышечный спазм, улучшается кровообращение, растворяются холестериновые бляшки. То есть чистится кровь, омолаживается весь организм. Для лечения используются только специальные медицинские пиявки. А после каждой процедуры врач утилизирует отработанных червей прямо на глазах у пациента, чтобы не было сомнений в том, что их используют один раз. Есть и другие мощные инструменты в медицинском арсенале Ирины – висцеральный массаж и кинезотерапия. Это один из вариантов лечебной физкультуры. При правильном дыхании сокращается мышечная ткань, и мышцы наши наполняются кислородом. Вытягиваются ручки, делаем вдох. При выдохе у нас идет тяжесть. Мы выдыхаем, и мышцы сокращаются и выделяют углекислый газ. И таким образом мы насыщаем организм кислородом. Путь к самозанятости у Ирины был долог. Сначала она открыла общество с ограниченной ответственностью, затем перешла на индивидуальное предпринимательство. Но все эти формы организации отнимали много времени и сил. И как только в Ненецком округе был введен новый специальный налоговый режим для самозанятых, она одна из первых перешла на него. Это очень удобная программа, так как она занимает очень мало времени. И рабочее время экономится в довольно большом количестве. Помощь с переходом оказывает Центр развития бизнеса. Специалисты проводят консультации, а также бесплатные обучающие мероприятия с участием приезжих практиков, имеющих большой опыт работы в этой области. У самозанятого намного проще жизнь, если в двух словах, потому что самозанятому совершенно не нужно не оформлять какие-либо декларации, отчеты. С налоговой самозанятый не контактит. Самозанятый единственное, что делает, регистрируется в своем приложении и оформляет все свои действия через услугу, которую он оказывает посредством оформления чека, через приложение. И все. Работа в приложении – одна из самых простых форм ведения своей деятельности. Здесь не требуется даже кассовый аппарат. Но есть свои ограничения. Например, доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,5 миллионов рублей. Подробнее узнать о перечне видов деятельности самозанятости, условиях перехода и других особенностях можно в Центре поддержки предпринимательства, в Центре развития бизнеса по адресу улица Ненинская, дом 3 или по номеру телефона 2-30-15. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok